И так, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас Битва Замков и выходит самое оперативное, самое объективно-субъективное видео касаемо обновления игры Битва Замков на русском сервере, да, ты вроде там на канале Князь, короче, друзья, кто ждал именно моего неподкупно-ошеломительного мнения касаемо происходящих вещей в игре, обязательно поставь лайк, поддержи все это дело комментарием, усаживайся поудобнее и, короче, погнали. Я, кого я обманываю, я знаю, что это видео вообще почти никто не посмотрит, но не суть, ну, ребят, ну, чисто физически я не мог успеть это все дело записать вовремя, но, ладно, у меня, понимаете, у меня еще есть жизнь, там, лично, там, как бы, ну, вы понимаете, да, иногда в туалет хожу, моюсь иногда бывает, хотя вот сейчас волосы жирные, но не суть, сейчас отторобаню видосы, пойду в душ, короче, от меня не будет пахнуть шпротами. Погнали, погнали, друзья. Кстати говоря, вот, я после того, как уже почти загрузил видео на YouTube касаемо обновления на Тайване, я хотел даже его не выкладывать, потому что по мере загрузки видео, мое мнение изменилось полностью касаемо обновления. Там появились факты по поводу неправильного перевода, моего мнения, я ошибся еще в видосе, как бы, некоторые моменты изменились, я понял, что это обновление с легким привкусом, ну, той субстанции коричневой, которую мы обычно оставляем в туалете. Вот я, наверное, так видео даже и назову, вот, может быть, не с привкусом, может быть, с запахом, вот, субстанцией, да, коричневой, вы потом можете проверить, совпадает мое название, да, с тем, что я сейчас сказал или нет, а может быть, как бы, первое впечатление у меня, бац, оно быстро пропадет, короче, и мне понравится это обновление. Но я думаю, что это вряд ли, друзья, это, это все вряд ли, но, тем не менее, тут видос я все-таки загрузил, но, как бы, моментики, моментики есть, от которых меня не перестает бомбить. Ну, ладненько, не суться, давайте, давайте уже начинаем, друзья, ну, давайте, чтобы, чтобы нам не начать, во-первых, во-первых, да, обновление вышло, и, как бы, нам дали по 500 самоцветов, я думаю, что школьники довольны, это ж не по 300 самоцветов дали, а по 500. Я думаю, что они не будут сильно доканывать, короче, своих учительниц в школе, мешать проведению уроков, бить своих одноклассников, ведь свершилось чудо, а может быть, это чудо уже свершилось давно, нам дают по 500 самоцветов, но это главное, знаете, ну, побольше самоцветов дали, дети довольны, как бы, и все, и, в принципе, для них данное видео может закончиться, потому что, в первую очередь, я, наверное, рассказываю для тех игроков, которым интересны какие-то механики в игре, какие-то вещи, вот, от которых зависит интерес к игре, да, а не количество халявы и бесплатных самоцветов. Вот, ладненько, погнали. Что у нас получается? Конечно же, конечно же, добавили двух новых героев, тут мы уже смирились, точнее, нам не остается выбора, нам не оставляют выборы разработчики, разработчики, я меняю окончание, все не в попад, но не суть, как бы нам от этого никуда не уйти, добавляют одного бесплатного героя и одного, грубо говоря, платного, да, за бабулес. Леди Божество, ну, как же Божество может быть за самоцвет, это, конечно же, герой за донат, ну, давай что-нибудь почитаем по поводу нее, пока что, кстати, я уже проверял, Парящий остров там ее не добавили, но ее никогда там сразу не добавляют, смотри. Герой трансформируется в Валькирию, обезвреживает ближайшие цели противника, цель не может атаковать, но способна использовать умения, вот, смотрите, и уменьшает их крит-шанс на 76% в течение 4 секунд. Форма Валькирии наносит урон в размере 160% текущим целям 16 раз подряд. Вот, кулдаун 3 секунды, увеличивает собственную скорость атаки на 100% и игнорирует ограничение урона своих целей. Ммм, да, кстати, это, 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 это прикольная штука, да, типа, сводят на нет вообще все существование Фреи, а когда-то, ух, Фреечка была с такой, знаете, сучечкой, а? Форма Валькирии длится 10 секунд, кулдаун 14 секунд. Герой получает иммунитет к оглушению, умолчанию, эффектам уменьшения энергии и состоянию бедствия, получает на 70% меньше урона и восстанавливает 10% от максимального здоровья каждую секунду. Вот, ну пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого героя, что он из себя представляет, потому что у меня пока что в голове полная мешанина. Герой трансформируется в Валькирию, обезоруживает ближайшие цели противника. Ну, ну окей. Ну, пока что все интересно, посмотрим, как это, конечно, будет в реальности. Леди Божество определенно самый занятый герой в священных горах. Она не только помогает другим найти предназначение в жизни, но и проводит поединки между героями. О боже, о боже. Это у нас что, хач? Это битва за хайп или что? Типа нам хача в игру добавили, а вот дневник хача. Ладно, не суть. Также добавили Даму Холода. Как бы что одна дура, что другая, она выглядит как бы прикольно, да? Вот мне нравится, как выглядят герои. Ну, окей. Наносят урон в размере 840% атаки вражеским целям в Х-образной зоне. Герой находится в центре. Также увеличивает атаку и скорость атаки всех союзных героев на 66% в течение 4 секунд. Кулдаун 6 секунд. То есть, смотри, вот как бы тут уже какой-то массовый урон идет. Она баф дает своим союзным героям. Мне уже как-то, я вот читаю, мне даже вот этот герой более интересен, чем, к примеру, та героиня, которая будет за бабулес. Но, опять же, это первое впечатление. Как бы нужно разбираться. Каждые 6 секунд герой призывает на себя щит, который дает неуязвимость, иммунитет к оглушению и заморозки на 2,5 секунды. Эффект можно снять. Уменьшает уклонение всех вражеских целей поблизости на 40% каждую 1 секунду в течение 3 секунд. Уменьшает уклонение всех вражеских целей поблизости. То есть, уклон снимает. Ну, слушай, ну не знаю, тоже пишите в комментариях, что это вообще такое. Побежденное, но не сломленное. Дама холода рассматривает свое столетнее заключение в стране вечного холода как испытание на выносливость. Вот оно как, все эпично и круто. Может быть, это какая-нибудь Эльза, да, из всеми известного мультика. Ну, ладно, не суть. Ну, давай, что, как бы есть самоцветы, давайте сразу возьмем и за роли. Может быть, кто-то лайк поставит, кто еще не поставил лайк. Теперь обратите внимание, я уже показывал это в обзоре на тайванский сервер. Сейчас я не хочу мучить до вас этими рекламами. Но если посмотришь рекламу, тебе дадут бесплатную попытку ударить по герою. Причем это произойдет все автоматически. Это классно. Это классно, это, конечно, разработчикам за это плюсик. Молодцы, красавчики. Два раза в день бесплатная попытка ударить с героя. Вот. Ну, единственное, хотелось бы отметить, чтобы это все нормально работало на русском сервере. Потому что на тайване работало. Вот у нас, не знаю, может кто уже пользовался. Напишите в комментариях. Опять же, не хочу ничего мучить. Давайте десятку потратим. Вдруг халява будет, и мы ее выбьем, друзья. Ниндзя. Где мне самоцветы нужны. Ну, как бы вот все. Все ради вас. Вот, все ради вас. Леди Лео, ведьма. Вот. Вдруг халява случится, да? Варлок. Ну, вряд ли, конечно. Но, а вдруг? Вот. Вдруг халява. Но я уже понимаю, что нет. Капитан Дрейк, рыцарь. Так. Хотя, если бы. В принципе. Если бы я потратил все самоцветы. То я больше, чем уверен. Шанс определенно был бы. Ну, давай, ладно. Еще пять тысяч потратим. Еще пять тысяч. Я же, сами знаете. Капитан Дрейк. Вот Капитан Дрейк, конечно, да. Хранитель. Леди Лео. Одни и те же герои падают. Бугимен. Вот что-то новенькое. Так. Ледяной Феникс. Блин. Ладно. Давай еще пятерку потратим. Давай еще пятерку потратим. И посмотрим, что из этого получится. Королева Оз. Боже. Какой удачливый роллинг. Какой удачливый роллинг. Капитан Дрейк. Ты вообще. Как бы уже отстань от меня. Ладно. Окей. Погнали дальше. Новый герой. Новый талант. Ну, это, знаешь, это вот как обычно. Ну, тут, конечно, сразу минус разработчикам. Потому что, ну, сколько можно реально. Это рушит игру. Ты сначала так собираешь героя. Потом так собираешь героя. Всем надо перероливать таланты. Хотя, с другой стороны, коробки таланта пятого уровня. Они в общем доступе. Вот. И их у всех огромное количество. И переролить таланты, на самом деле. Нету больших проблем. Большие проблемы это камушки покупать за донат, благодаря которым ты таланты там делаешь девятый, десятый уровень. Увеличивает здоровье. Целитель душ. Увеличивает здоровье на 120%. Это, по сути, стойкость улучшенная. И крит сопротивление на 75%. То есть, ну, как бы, мало того, что здоровье увеличивается, так еще плюс, как бы, критом по тебе будут меньше бить. Ну, то есть, казалось бы, талант на защиту. Но, каждые пять секунд уменьшает лечение ближайших вражеских героев на 85%. Эффекта длится пять секунд. Вот, как бы, вот эта прикольная штука. Это, знаешь, такое встроенное чаро недомогания в талант. Не знаю, как она будет работать. Конечно, может быть, не так классно, как хотелось бы. Но, тем не менее, это интересное решение. Вот. Ну, опять же, спасибо разработчикам. Я говорить не буду. Опять же, говорить, что это какой-то тупорылый ненужный талант, я тоже не буду говорить. Да? Ну, типа, комон. Интересно, интересно. Но, опять же, этих талантов великое множество. Я против того, чтобы вводили каждое обновление эти таланты. Вот еще халява по 50 тысяч кулаков. 100 книг. И, конечно же, суперпитомцы. Куда без них? И, кстати говоря, это новый суперпитомец. Ну, до него мы дойдем. Но, на самом деле, там бесполезная чухня. Но не суть. Вот. Уже продают этот новый талант. Насколько разработчики одичалые, что они понимают, что у всех там по полторы тысячи этих коробок, кто более-менее, ну, донатит. А кто не донатит, ну, у них там по 50, по 100, по 150. Какой смысл его продавать, непонятно. Но они верят, что благодаря того, что они вводят новый талант, они на этом смогут заработать. Ну, я могу, ребят, за них только порадоваться. Не суть, короче. Вот мы тут получаем халяву. Идем дальше. Что у нас получается? Талант мы обсудили. Дальше. Так. Ну, новая чара. Вот тут, конечно, интересно. И новую чару я нигде не посмотрю. Чара. Когда атакован, накладывает блокировку. Вот, смотрите. Описание чар. Когда атакован. Вот тут интересный перевод. Может быть, все-таки это прикольно. Описание чар. Когда атакован, накладывает блокировку. Вот. Вот. И удержание на х секунд случайных вражеских героев на х секунд. Игнорирует иллюзорность. Кулдаун, опять же, х секунд. А, то есть не когда он атакует, а когда атакован. По идее. Слушай, ну, против Миноса. Ну, вот. Ладно. Блокировка. Герой не может выпускать умение и получать энергию, когда атакует или атакован. Удержание. Герой не может передвигаться, но может атаковать. Короче, какая-то странная фигня. Надо посмотреть, как это будет работать в реальности. Но Минотавру. Минотавру, я думаю, все равно плевать будет на битве гильзи. Ну, потому что там... Хотя, опять же... Хотя, опять же, то есть могут быть проблемы, да? Потому что тут, по идее, чтобы все хорошо было, да? Чтобы Минотавра с маскировкой не убивали, надо будет Минотавра выпускать тогда, когда твои остальные герои не атакуют. А зачастую вот я выпускаю героев так, что у меня там и... У меня там и этот, как его... Мой любимый-то герой Зефирик, короче, живой и прочее. Слушай, интересно. Я думаю, наверное, топы поставят это на защиту. Ну, в принципе, это чара для борьбы с... С... С этими... С маскировками. Но вот мне интересно, как это на битве гильзи будет работать. Будем сегодня, кстати говоря, проверять сегодня битву гильдий. Так, чары обсудили. Новые облики героев. Ну, плевать, короче. Ну, добавили они новые облики героев. Я невероятно за них рад. Вот. Облики. Облики. Ну, как? Добавляют два новых героя, добавляют два новых облика. Ну, камон. И шо тут такого? Ну, да, добавили. Где они? Где-то они должны быть. Я, наверное, пролистал. А, вот. Чё, снова пролистал? Вот. Раз. Ну, облики, конечно, красивые. Вот. Леди Божество красивый облик. Адама Холода, ну, она превращается в лошадь. Ха-ха-ха. В лошадь превращается. Ха-ха-ха-ха. Окей. Вот. Ну, как-то не очень. Ладно. Так, идём дальше. Что у нас тут? Ой. Испытание героев. Добавлено 10 героев. Каталог разблокирован L10 на уровне сложности тяжёлой. Ну, вот. Мы думали, что это добавляется в линию обороны. Но нет. Это добавляется в суд героев, да? Испытание героев. То есть, это тяжёлый. Это не тяжёлый. Ну, допустим, вот тяжёлый. Добавился L10, который мы теоретически можем пройти. Но сейчас я не пройду. Потому что у меня там трианты стоят на базе. Минотавры. Хотя, может быть, пройду. Да, нет, пройду. Да, L10 пройду. Воу-воу-воу. Ну, как бы суд героев это последняя вещь, о которой мы просили разработчиков. Потому что... Потому что... А, ну ещё герои какие-то должны сюда быть новые добавлены. Ну, это последняя вещь, о которой мы просили разработчиков. Не, ну окей, они как бы добавили эту фигню. Спасибо им большуще. А... Ну, вот я вчера был, к примеру, в лабиринте. И там до сих пор старые, никому не нужные награды. По 600 самоцветов. И там появились эти проблемы с героями. А им... Ну, что здесь? Где тут какие-то новые герои? Ну, давай обновить. Тут есть что-то интересное? Ну, что-то... Да нет, было говно, так и осталось. Может быть, иногда что-то там редко какой-нибудь... Короче, бред. Ну, да, что-то они там помухлевали с судом героев. Лучше бы они с лабиринтом разобрались. Там награды, как и были, ненужной ерундой, так и остались. Только еще прибавилась проблема в том, что некоторые пачки не можешь пройти. По той причине, что там стоят барды. Ладно. Королевская битва. Добавлены новые монстры. Королевскую битву. Увеличено производство и размещение синих кристаллов в шахтах и боевых алтарях. Добавлены новые предметы у торговца. Увеличены награды за босса и других монстров. Короче, пытаются они королевскую битву переработать. Я не знаю. Был на Тайване, я там ничего нового не увидел. Вот реально ничего нового не увидел. Кит. О, слушай. Это у нас что, пачка с зефириком? О, тут что-то уже интересное. Ну-ка, подожди. Давай сначала сюда зайдем. Ну, а что тут? О, тут босс у нас выскочил. Отражает урон. Награды. Ну, вроде какие-то награды они что-то переделали. Но все равно королевскую битву надо менять каким-то просто... Не бояться последствий. Менять каким-то серьезным образом. Ну, стой, я не понимаю, что это? А что это? Кто это тут? Арктика и Вольтор? Это что это? А вот зефирик стоит. Это странно отображалось все это дело. Ну, все равно это супер легко. Все равно это супер легко и неинтересно. Ну, давай, я не знаю, возьму... Возьму сюда, отсюда... Давай Фрей уберу. Хотя зря Фрей выбирать. Ну, вот поставлю тыкву. Короче, ну, то есть, синие и красные кристаллы... Блин, кто хоть изредка донатит, им проблем никаких нету. Да, им они не нужны. Ну, мне нету смысла ходить в королевскую битву. У меня там нету никаких ресурсов, которые им не нужны. Хотя топы, там, аренщики, они ходят. Им нужны определенные руны, которые не продаются. Но, тем не менее, большинству эта локация бесполезна. Ну, вот, опять же, на бездонатных аккаунтах тоже особо нету проблемы с синими и красными кристаллами. Ну, по крайней мере, ну, когда просвет прокачается весь на 100%, как бы и все. Потому что эти синие кристаллы тоже, елки-палки, продаются как... Бери не в себя, там, по 100 рублей. Ну, играешь без доната, ну, за 188 рублей можно взять и купить, к примеру, себе, там, определенное количество синих кристаллов. Ну, короче, какая-то хрень. Какая-то хрень. Ну, точно, короче. Когда ты прокачиваешь просвет всем, ну, тебе становится пофиг на эту... На эту херню, ну, честно я вам скажу, ну, типа, ну, тут что-то надо делать, как бы, я не знаю, ну, я, может быть, похожу пару дней, посмотрю, может, что-нибудь интересное будет, пособираю награды. Сейчас свой склад опустошу и тогда пойду, пособираю награды. Ну, в целом, ну, тип камона, в чем прикол, не знаю. Ну, что-то они там ковыряются, что-то пытаются, ну, как бы, посмотрели бы на лабиринт. Дальше, улучшения. Вот сейчас пойдем по улучшениям, это, конечно, и смех, и грех, то есть, просто пипец. Ну, давай, у нас уже будет длинное видео, вот, ничего не сделаешь. Че, не смогу пройти, тыкву убили или что? Ай да пофигу, если честно, че, я сейчас из-за этой ерунды буду видео затягивать. Ну, хотя, ладно, давай затянем, вот, сейчас возьму с затоном я возьму это все, ушатаем, вот, у него тоже тыква стоит, и мы берем. Вот раньше, помню, тут были проблемы, о, там, демоны с кем-то проходить, мы не могли этих демонов пройти, да, там, алтари отбивали, сейчас, знаете, алтари, ну, дико пофигу, вот. Хотя, как бы, мне трудно отбить, но мне там надо перелохмачивать, ну, то есть, ну, короче, блин, локация морально устарела, я не знаю, что с ней нужно делать, но мне нужно что-то делать очень до хрена всего, чтобы она стала кому-то нужна, кроме единиц аренщиков крутых, да, которые там в топ-100 сидят и прочее. Ой, ладно, друзья, идем дальше, улучшение. Оптимизированная линия обороны, добавленные пути монстров, продолжительность изменена до 7 дней. Да, ну, как бы, я радовался за линию обороны, я думал, что здесь, как бы, сложности какой-то добавили, да, ребят? Я думал, что здесь добавили какой-нибудь сложности, но по факту все не так, по факту все не так. Давай сюда тыкву, не знаю, давай, как бы, так вот, вот так вот, короче, всех подряд ставлю. Короче, ну нет, ну нет, все как было, так и осталось. Единственное, обратите внимание, если не ошибаюсь, раньше было 10 сердечек, да, на всех уровнях, теперь на слабом уровне ты можешь 20 чуваков пропустить, зачем это сделали, неизвестно, потому что, ну, любой слабый аккаунт может пройти первые два уровня без проблем. На среднем уровне на L2 сделали 15 сердечек, а вроде бы на самом тяжелом 5 сердечек. Ну, как бы, за самый тяжелый, ладно, лайк поставлю, ну, хотя бы это интересно. Вот, а тут, ну, смысл увеличивать, тут и так все слабые игроки это могут пройти. Потом, как была тупорылая система, так и осталась. У тебя событие 7 дней длится, а у тебя L3 всего, да, 3 сложности. Да, там потом в течение дней что-то меняется, но на пятый день снова все идет заново, короче. Какой-то, понимаете, несусветный, ребята, дикий бред. Вот, я не знаю, как это объяснить. Реально, несусветный дикий бред. Вот, по-другому это никак не объяснить. Вот, награды, награды. Они оставили этого хладного призрака. Ну, и все, теперь до пенсии мы будем этого хладного призрака собирать. А какой прикол тогда? Ну, поставили бы там необязательно героя, а что-нибудь с другого, чтобы каждый сезон там менялась награда. Потому что, типа, конечно, сейчас будут дети возмущаться по поводу того, ну, или не обязательно дети, а игроки, которые не успели хладного призрака собрать. И все-таки, ой, а вот ты подумай о тех игроках, которые не успели хладного призрака собрать. А где, мать, вашу интерес тогда? Не успел собрать хладного призрака. Все, пошел в пень. В этом, ну-ка, какой-то должен быть прикол и бонус этих событий, друзья. А не так, что все легко и просто. Для этого хладного призрака могут собрать даже просто самые ленивые люди на свете. Ну, я считаю, это неправильно. Так не должно быть, понимаете? То есть, не успел собрать все, твои проблемы. Был слишком слабый, да, не смог все пройти, твои проблемы, качайся. Вот, понимаешь? А тут сейчас, а тут непонятно что. И как бы, окей, да, там вот эти вот ресурсы для прокачки титула, это все понятно, да, пускай они оставались бы. Но в целом, надо это как-то нормально структуризировать. То есть, нужно раз в сезон менять эти награды. И что по поводу сезонов, тоже вопрос. А что по поводу... Ну, вот просто пипец. Как интересно было, офигеть. А что по поводу сезонов? Что по поводу сезонов? Типа, 7 дней отыграли, дальше все? Жди следующего обновления? Серьезно? Какой, какой, какой кулдаун? Непонятно вообще. Улучшено командное подземелье и командное пришествие монстров. Улучшено командное подземелье и командное пришествие монстров. Типа, короче, лава, хера лава. Что там улучшено? Не знаю. Ну, расскажите в комментариях. Что-то, если честно. Это пофигу. Адский саммит. Вторые карточки. А что, вторых карт? Ну, да, тут, ну, как бы награда. Ну, я не знаю, они были или нет. Может быть, они, как бы, были. Про море я вообще забыл. Про моря, кстати, надо. Надо, наверное, ходить уже, пытаться фармить. Ну, вот. Кто со мной пойдет море фармить? А? Кто со мной, тот герой? Ну, хотя бы ради интереса. Господи, что это случилось с игрой? Что меня выкинуло-то, а? Вот что меня выкинуло? Короче, что-то там они изменили, короче, с этой хероборой. Как бы, мне особо не интересно. Расскажите в комментариях, для кого это важно. Описание процедуры смещения лидера гильдии. Ну, это тоже, как бы, никому не интересная залупа. Вот. Если бы они как-то проработали, да, вот это вообще здание гильдии. Вот там добавили бы статистик, прикольчиков и так далее. И прочая помощь с гильдийцем. Тогда, да, это было бы прикольно. А так, типа, фигня полная. Далее. Что нового? Исправлена ошибка, из-за которых некоторые умения героев неправильно работали. Тут большой вопрос. Вот. Что это? Что это именно? Вот. Навыки для конкретных героев не может использоваться правильно. Сейчас есть проблема, которая влияет на игру после технических обновлений. Ну, короче, то есть, они что-то исправили, но мы не знаем, что. Вот, далее. Да, еще момента бога грома и фонтан, смотрите, отсюда переместили. Переместили, типа, сюда. Или нет? Ну, я здесь что-то не вижу. Награды, временные акции. Ну, что-то... Что-то я видел, короче, в телеграм-канале клуба игроков Castle Clash. Вот что, вот это вот сюда, короче, переместили. А, вот, ты заходишь в события, и вот это вот в событиях. Этого здесь больше нету. А, ну, на самом деле, это, наверное, правильно. А что это они клетки отдельные занимают? Ну, смотри, опять же, если это все закрыто, а зачем оно тогда здесь? Убрали бы полностью, вот, как остальные... Остальные события. Короче, непонятно. Понимаете? Непонятно. Дальше что? Дальше? Дальше. Наверное, в принципе, все. Наверное, в принципе, все. Как бы... Ну, что я могу сказать? Минорное обновление. Ничего там... Революции никакой не случилось. Я в прошлом обнове радовался за линию обороны. Но, как бы... Как линия обороны осталась недоработанным говном, так она и остается, как бы... А дальше что? А дальше как бы? А дальше ничего. Ждем следующее обновление. Какие-то моменты, наверное, там расскажу, которые будут в будущем. Что-то я слышал там про изменения, суккубы, еще что-то... Ну, какой-то такой точной информации у меня нету полноценной. Да, что там суккубы умения меняли. Каким-то героям там что-то вроде меняли. Но, опять же, они не пишут это подробно. Вот. Если что-то подробно узнаю, я расскажу. Ну, или пишите в комментариях. Что-то там, блядь, все базарили про суккуба. Суккуб. Десятое умение уменьшает максимальное здоровье и атаку цели на 49% в течение 8 секунд. Ну, то есть, одну тычку умения дал, 49% здоровья забрал. Дальше. Наносит целей урон, равный 53% от ее максимальное здоровье, уменьшает атаку на 53% и получаемое лечение на 40% в течение 8 секунд. А я не знаю, это было уже или нет. Наносит цели урон, равный 65% хп снимет. Ну, суккуб настолько слабый, что ему нужно сделать было так, чтобы он сразу по 99% здоровья снимал, как бы, и все. Типа, есть 1% шанса того, что он, как бы, долбанет по герою, да, и, вот, типа, 1% сработал, он взял, ему почти все здоровье снял. Может быть, я не знаю, суккубу на максимум прокачать, посмотреть, может, он где-то что-то сможет сделать. Ну, 65%, окей. Ладно, я думаю, что на этом все. Пойду перейдить другие видосы. Вам пожелаю огромнейшей удачи, ребятушки. И всем пока. Я даже сегодня вместе с вами немножечко поролил. Да, поролил. Всем чаушки. И сегодня качну, наконец-таки, лесу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok